Ну что ж, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о футбольном клубе Сочи, который первым среди российских коллективов начнет выступление в Еврокубках в текущем сезоне. Сочи открывает для себя новый турнир, собственно, он новый для всех, это Лига Конференции, совершенно новое состязание. Ну и таким образом новая команда для Еврокубков в Сочи дебютирует на континентальном уровне, играет в новом турнире. Все максимально новое, все максимально интересное, и поэтому, конечно, хочется посмотреть эту встречу, и очень хочется верить, что наша команда не облажается. К сожалению, это уже стало какой-то традицией, что наша первая команда, которая попадает в Еврокубки, и первая начинает выступление в каждом новом сезоне, она, ну, просто лажает, откровенно лажает. Помним мы и Спартак с Саеком из Лаврнаки, помним мы, к сожалению, и Тульский Арсенал, который проиграл, между прочим, азербайджанскому клубу Невчи. Я почему это подчеркнул? Ведь сейчас снова наша команда играет с азербайджанцами, с Кешля. Ну, а можно вспомнить и другие кавказские команды. Динамо Московская тоже была в свое время таким, знаете, авангардом нашего футбольного войска, которая добралась до Европы, и чем-то закончилась для Динамо поражением от локомотива из Грузии. Поэтому с кавказскими командами у нас все очень непросто складывается, и хочется верить, что сегодня Сочи покажет себя во всей красе. Тем более, что Сочи, Краснодарский край, в общем-то, тоже имеет отношение к Кавказу определенное. Это один регион, так что, возможно, именно Кавказская, пускай и отчасти команда, может справиться с кавказским соперником. Ну, а там, может быть, еще и Ибрагим Цалагов, тот же самый, кавказского колорита нашему коллективу добавит. В общем, давайте обсудим, чего ждать от этого матча. Я специально здесь, ну, так скажем, затянул до последнего. Я ждал, когда огласят состав Сочи на эту встречу, потому что было очень важно посмотреть, какие футболисты здесь появятся с первых минут. И состав мы, конечно, тоже обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод Калуцкий24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Почему я вообще вот ждал до последнего? Дело в том, что у Сочи сейчас очень сложная ситуация с составом. Подписаны были новые футболисты, тот же самый Воробьев. Некоторые игроки далеки от оптимальной формы. Некоторые только недавно залечили свои травмы. Поэтому сложно было предположить, какой же состав здесь появится с первых минут. Давайте его обсудим. Заболотный на воротах. Ну, понятное дело, Джанаев пока что не готов играть с первых минут. И вообще не готов здесь Заболотный и Адамов. Два голкипера. А Джанаев, ну, будем ждать его возвращения. Очень жаль, что его нет, потому что его надежная игра – это один из ключевых факторов для успеха Сочи. В центре защиты – Барач, Прохин и Родриго. Три центральных защитника, как всегда, у Сочи. И вот напрягает подбор исполнителей, потому что здесь фактически все трое новые футболисты. Да, Прохин и в прошлом сезоне выступал за Сочи. И сейчас, получается, продляется его аренда. Но мы должны понять, что Прохин, он ведь пришел по ходу прошлого сезона и провел, ну, меньше полугода с командой. Поэтому тоже человек новый. А Барач и Родриго – это совсем новые исполнители. Короче говоря, здесь, в центре защиты, могут возникнуть проблемы с сыгранностью, со слаженностью. И, вы знаете, меня смущает, что в запасе остался Мамана и Терехов. Но футболисты, которые, ну, на мой взгляд, по уровню даже превосходят тех, кто появился с первых минут. Почему они в резерве? Ну, конечно же, это связано с физикой, с определенными повреждениями. Но, возможно, на такой важный матч стоил выпускать именно этих футболистов. На флангах Зайка и, получается, Маргасов. Скорее всего, в таком сочетании выйдут эти крайние защитники. И, опять же, мог появиться Терехов тот же самый. Но были выбраны вот эти исполнители в центре поля. Цалагов, Нобуа, Юсупов и Бурнистов ближе к атаке. И Дуганжич на остальное наступление. В принципе, все более-менее понятно. Цалагов опорник, отвечает за черновые работы. Нобуа углубленный плеймейкер. Юсупов блестяще раскрылся во второй части прошлого сезона в Сочи. И он стал одним из героев того чемпионата для Сочи и помог команде выйти в Еврокубки. Но вот касательно Дуганжича, центрального нападающего, конечно, есть вопросы. Все-таки футболист в прошлом сезоне был резервистом и, мягко говоря, не тянул уровень стартового состава. И насколько он справится со своей задачей быть заменой для Заболотного, большой вопрос. Да, он тоже мощный, таранный и атлетичный. И в каком-то смысле по стилистике подойдет, как замена Заболотному. Но не факт, что он подойдет в плане класса и игры. Это очень тяжелый и сложный вопрос. Сможет ли Дуганжич справиться с ролью замены для Заболотного? Ну и Бурнистров. Опытный футболист, надежный, проверенный, универсальный. Он может действовать и ближе к опорной зоне, и ближе к атакующей. Но я бы все-таки рискнул и поставил Евелина Попова, потому что это футболист, который может из ничего создать момент. А в этой встрече, скорее всего, Сочи предстоит играть первым номером, скрывать плотную оборону соперника. И вот как справиться с этим наш коллектив, большой вопрос. Азербайджанцы из этого футбольного клуба Кешли, это, конечно, середняки, мягко говоря. Вообще они заняли шестое место, получается, в прошлом сезоне азербайджанского чемпионата. И понимаете, это у нас шестое место, ничего так. А у них шестое место, это близко с зоной вылета. То есть здесь наша команда попала на середнякайзе азербайджанского чемпионата. Состав здесь, ну, мягко говоря, не такой крутой, как у Карабаха или того же самого, например, азербайджанского клуба Невчи. Здесь не такие большие деньги, наверное, заложены. Здесь начинающий тренер Курбанов, который раньше был в Габале помощником тренера. И получается всего ничего, работает в качестве самостоятельного главного тренера. Федотов, конечно, опытнее. Ну и в целом, получается, да, Сочи во всех показателях смотрится мощнее. Сочи проводит первый матч у себя дома. Это тоже преимущество. Но, блин, мы что-то очень похоже говорили перед матчем «Динамо» против «Локомотива» из Тбилиси. Что «Локомотив» из Тбилиси – это средненький коллектив из Грузии. Это не лидер тамошнего чемпионата. Что у «Динамо» такой классный состав, сильнее все и так далее, тому подобное. Чем это закончилось, мы все, увы, помним. Поэтому сегодня никакой недооценки. Сочи должны сыграть на полную катушку. Кто бы как ни относился к этому коллективу, сейчас они уже представляют Россию. Поэтому давайте поболеем. Еврокубки начинаются для нашего чемпионата и начинаются с матча футбольного клуба Сочи. Вперед, Барсы!